Всем привет! В эфире перевыпуск шестой части заметок о Черкесии, посвященной черкесским армянам или Черкесагаям, известным на Кубани как горские армяне. Итак, Черкесагая, черкесские армяне. Их предыстория, чтобы понять вообще откуда образовался такой этнос в среде Черкесии, необходимо немножко взглянуть в историю, скажем так, пораньше. Понять откуда появились на черкесской земле собственно армяне. Итак, началось все в раннем средневековье, в далеком восьмом веке, когда армянское царство впервые столкнулось с серьезной внешней угрозой и потерпело поражение от нашествия арабов. В эпоху разрастания арабского халифата. В тот момент армянское царство, точнее его жители, вынуждены были с посадства Бексом и переехать на постоянные места жительства в соседние территории Византии, тогда еще свободные от арабов и принадлежавшими более-менее единоверцам. Здесь, на территории Византии, армянские беженцы построили свои новые армянские государства, ряд которых просуществовал в последующих в течение трехсот лет примерно. И вот со второй половины одиннадцатого века территория Армении стала подвергаться целенаправной и серьезной атаке намного более сурового врага, чем арабы турок-сельджуков. В это время турки-сельджуки активно появляются на этих территориях, расселяются на бывших армянских землях, на бывших территориях Византийской империи, ведут себя достаточно агрессивно, захватывают соседние земли. В результате чего страдающие от нападения армянские царства вынуждены терять своих людей, многие теряют жилье, имущество и начинают переселяться в более безопасные районы. Здесь начинается первая волна довольно активной эмиграции армян, в частности это территории Грузии, отчасти первые поселенцы появляются в Крыму, но большая часть потока пока еще старается сохраниться на территориях Малайзии и поселяется в территории Киликии, это примерно погранича Сирии и Турции современной. В 1071 году после битвы под Манцекертом турки-сельджуки образуют свое первое государство Султана Трума, прямо в центре бывших армянских земель, откуда начинают еще более ущемлять армянское население оставшееся, которое спасается бегством в прибрежные территории Византии. И вот этот процесс происходит практически до полного падения Византии, то есть происходит полнейшая утрата национальной государственности армянами, происходит такой массовый исход армянского населения с своих исконных территорий. Вот в эти века, в принципе, армянское население подвергается гонению по всей территории, не только вот в тех частях классической Армении, о которой мы говорили, но и, допустим, те же территории Нагорного Карабаха нынешнего, Карабахского царства. К концу 13-го столетия это очень выразилось в той же хичевании ближайших областях. В дальнейшем это все только усиливается с приходом монголов, которые начинают продвигать тюркское население, туда кочевников, ставят в качестве управления аристократии знати среди армянского населения выходцев из турок, выходцев из курдов, тех же монголо-татар. Так, например, при Тамерлане, при его походах около 50 тысяч турок-каджаров были намеренно поселены в той самой Киликии в армянском царстве последнем и для того, чтобы еще больше разбавить это армянское население. При этом во времена столкновения мамлюков с турками так же случилось, что последнее более-менее независимое армянское царство в Киликии выступило против мамлюков и проиграло в этом союзе, из-за чего мамлюки устроили полнейший разгром и уничтожение этого государства вместе со столицами. В последующем это все только усилилось с появлением Османской империи, с появлением полноценной Персидской империи. Гонения на армян только усиливались, как этнос они уничтожались, уже потеряв даже свою государственность. В планах даже было к 17 веку, допустим, персами полное переселение армянского населения в углу Пирана для того, чтобы полностью освободить территорию Армении. Именно в это время какие-то курдчики из них попадают на Кавказ постепенно, в основном только на побережье, но большая часть переселяется в Крым. Здесь они образуют вместе с генуэзцами, греками, какое-то такое ядро государства Феодора, которая была прослойкой между Степным Крымом и генуэзскими колониями и в принципе становятся частью местного населения, довольно активной, такой торговой. Однако здесь они не находят покоя и в 1475 году Османская империя приходит в Крым, захватывает последние генуэзские колонии, точнее это еще не последние, но крымские, скажем так, захватывает полностью подчиняя себе Крым, в котором в северной части уже татары из Золотой Орды, будущие крымские татары, кочевали и они становятся как бы доминирующей силой в Крыму. То есть Османская империя в этот момент принимает такое же точное решение по продвижению именно тюркского населения во власть в Крыму. Через буквально там несколько лет Османская империя проходит по побережью Черкесии, частично вглубь сделает поход, уничтожает последние генуэзские колонии в Черном море и полностью подчиняет себе этот регион. Значит, армянское население, как и греческое, вынуждено спасаться бегством из Крыма от религиозного преследования, большая из них часть принимает решение переселиться в Польшу и Молдавию, туда Молдавское княжество, но какая-то часть, которая вела активную торговлю с Черкесией и так или иначе имела какие-то взаимосвязи с ними, предпочитает переселиться на Северный Кавказ в Черкесию вместе, собственно говоря, с греками и отчасти с теми черкесами, которые проживали в Крыму, составляли вот эту вот часть торговой диаспоры, скажем так, Крыму. В это время, как мы понимаем, черкесы еще были язычниками либо отчасти христианами и поэтому очень спокойно относились к армянскому переселению. Именно условием для переселения было со стороны армян, что для них главное сохранить обряды и обычаи христианской своей армянской церкви, на что черкесы, в общем-то, пошли навстречу. В черкесской среде они называли себя эрмелы, но при этом четко осознавали вот свое отличие. Хоть они полностью преобразились в культурной части, в языковой части они стали черкесами, то есть это язык и быт обычаи, но сохранили вот это понимание того, что они отделены от черкесов, что они именно армяне благодаря сохранению вот этих христианских ритуалов, хотя они тоже были, ну скажем так, сильно измененные. Единственное, что их отличало, собственно говоря, в среде то, что вот у них, допустим, в домах висели иконы, которые они приобретали из Грузии. Кроме того, путешественники в средневековой Черкесии отмечают тот факт, что армяне, черкесогаи, они очень часто присутствовали в различных адыгских обрядах, в этих священных рощах, где, в общем-то, со времен раннего христианства висели кресты и до самого позднего момента, даже когда там, скажем так, определенная часть черкесов перешла в ислам. Есть теория о том, что именно армянская часть населения, она как бы сберегала вот эти кресты в этих рощах, то есть делала такой консенсус в использовании священных мест. Таким образом, там могли проходить обряды и языческие, и мусульманские, и христианские для всех различных этносов населения. Среди черкесов армяне заняли роль купцов-торговых посредников, поскольку среди черкесов считалась такая недостойная настоящего горского мужчины должность, профессия торговать. Соответственно, они с удовольствием делегировали полномочия купцов армянам, которые взяли на себя это посредничество, в том числе они львиную долю экспорта на себя приняли, то есть занимались международными поставками продукции, проходящей через территорию Черкесии. Естественно, занимая такую роль в обществе, они довольно быстро разбогатели, стали влиятельными людьми в черкесском обществе. Аристократическая верхушка черкесов, черкесских князья считались с армянами, с армянскими сеяниями богатыми и даже, скажем так, обменивались, ну то есть у них были совместные обряды от алычества, то есть в армянские семьи даже из высших княжеского сословия отдавались дети на воспитание. Так известны такие факты, допустим, у натухайцев, шапсугов и жидухов. Армяне-поселенцы расселились довольно так диспертно, скажем так, видимо какая-то группа хоть и пришла с самого начала, но расселили их в разных таких вот аулах и впоследствии в процессе осуществления торговли они еще больше расселялись во все дальние-дальние аулы и то есть какой-то большой группа, собранная в каком-то одном месте, не образовалась. Из-за этого еще больше ассимиляция их происходила. Так известно, что армянские поселенцы жили в аурах Георухабль, причем на картах обозначается в разных местах, разные Георухабли, то есть видимо какое-то такое условное название для христианского населения, армяно-греческого, вот в Черкесии было принято и как стандартно называли Георухабль. Так известно за существование таких аулов рядом с Абинском, а также рядом с Белореченском на речке Келермес. Также это аулы Хатукай и Георухай, Хаджихабль, Энем отчасти, Шакон и Психутки. Известны армянские аулы также вокруг Анапы и у Суджукской бухты. Имеются неоднократные факты упоминания о двух черкесских аулах Азатух и Бзатух в районе современного Геленджика. Итак, вот таким образом инкорпорировались армяне, черкесы Гаев, в общество Черкесии. Среди черкесов распространились, заняли свою какую-то определенную нишу и в совместном таком, в одном массиве народов проживали довольно спокойно на обширной территории, то есть среди различных черкесских племен. В 1779 году, буквально за пару лет до полного покорения и присоединения Крыма к России, на Дон, на земли будущего Ростова-на-Дону, были переселены армяне из Крымского ханства, оставшиеся в Крыму до того самого времени. Здесь образовался их городок небольшой, Нахичевань-на-Дону, ставший позднее одним из западных районов Ростова-на-Дону. Известно, что именно с появлением вот этой вот колонии появился у армян первый католикоз в России, именно в Российской империи. И вот при Екатерине II тогда появились первые такие попытки как-то вычленить из среды Черкесии, из черкесской среды вот этих черкесогаев, черкесских армян и переселить их к этим армянам, которые выселились на Дон, чтобы объединить их в какое-то такое небольшое, ну, может, если не государство, то, по крайней мере, территорию подбластной Российской империи. Значит, первый архиепископ российских армян Иосиф Аргутинский, который, кстати, участвовал в переговорах с Грузией во момент ее присоединения к России. Именно он при поддержке графа Потемкина устанавливал связь с черкесогами в Черкесии в 1783 году и вот входил с ними в тайные переговоры для того, чтобы, в общем-то, обсудить вот это возможное переселение. В общем-то, переговоры прошли довольно успешно. Предполагалось, что так называемая Самбекская степь, это вот территория между Ростовом и Таганрогом, такая большая, такая степь, долина, спускающаяся к морю, в сторону Таганрога. Предполагаю, что к югу от Дона часть этой степи перейдет к текущим анахичеванским армянам, а северная часть к выселившимся с Черкесии. Вот, представители, значит, черкесских армян, в принципе, согласились через Ксагаев на эту, как бы, возможность и даже прислали свою делегацию в Нахичеван. Однако, так уж сложилось, что сами нехичеванские армяне отказались их принимать, то есть отказались жить совместно с ними на этой территории. Спустя 10 лет в Армянчишке Сагаев опять было предложено переселяться в Нахичевань, однако по тем же самым причинам переселения не случилось. Так сам проект был закрыт в итоге, как невозможное к исполнению. В 1935 году командующий Кавказским корпусом барон Розен сам отмечал, что одни лишь нахичеванские армяне остались некими такими посредниками, через которые можно было хоть как-то выйти на армян Черкесии, Черкесских, Черкесогаев. Помимо Черкесогаев самих, в торговом обороте Черкесии принимали участие также армяне, собственно, Нахичеване, о которых мы говорили, армяне Кизляра и Моздока, которые имели такие широкие, обширные связи со своими соотечественниками. Армянские купцы выступали в качестве агентов горцев, кавказцев в борьбе с русскими. Так, есть такой пример, что в 1779 году некий армянин устроил поджог в Андреевской крепости, как раз накануне планировавшегося на нее нападение со стороны кабардинцев. В целом царская администрация, она российская, старалась ограничить возможность торговли для Черкесогаев, потому что преобладала такая точка зрения, что именно Черкесогаи являются неким таким фактором стабильности Черкесов, то есть обеспеченности их провиантом, продовольствием, то есть экономической базисом. То есть подорвать торговлю черкесогаев, значит подорвать в принципе снабжение и благосостояние самих черкесов. Возводились постоянные запреты, так например еще в конце 18 века генерал Лонжерон, который тогда командовал на Кубанской линии Черноморской, он запретил казакам вести торговлю с армянами. При этом торговец в кассе, который тогда действовал в Черкесии по зданию правительства, пытался развивать мирные отношения с черкесами путем торговли. Значит он тогда и писал, что Лонжерону этому, что в общем-то это довольно труднодостижимое мероприятие, подобные запреты, что да, они не выходят может быть на линию непосредственно, но собираются у того же Услабинска, где на границе переторговывают свои товары. После этого торговлю на какое-то время разрешили, а потом снова запретили. Значит это в 2828 году. Причем запретили довольно категорически, что привело к тому, что армянские купцы черкесо-гайские начали просто собирать у своих же соседей черкесов, у черкесских князей, брали такие бумаги о том, что они являются их крепостными, а значит непосредственно действуют от их имени, от черкесских князей и соответственно запрет уже не мог действовать, получается по юридически, что позволяло им продолжить торговлю. И это явление приняло массовый характер. Кроме того, считалось, что именно армянские купцы черкесо-гай в Черкесии, они занимаются торговлей рабов, то есть они их покупают у тех черкесов, которые ходят с набегами и перепродают их на Черноморском побережье и в Турцию. То есть таким образом как бы наоборот сподвигают черкесов на хищнические действия, на легкий заработок путем на совершение набегов и захват рабов. Также фиксирована включенность армян черкесо-гай в военные действия, происходившие уже с началом Кавказской войны. Поступали из различных источников информация о том, что вот те армянские купцы, которые переходят с российской территории, моздовские, нахичеванские армяне, они приходят в территорию Черкесии вроде бы как под видом купцов к своим соотечественникам и постоянно снабжают последних и черкесов в том числе информацией о расположении войск, крепостей, о планах Российской империи. То есть по сути дела ведут такую шпионскую деятельность. Кроме того указывают конкретно расположение мест для черкеса для того, чтобы они делали туда нападение, договариваясь с ними о будущей добыче в качестве пленных рабов. При этом до 1828 года, когда по большей части Черкесия и формально де юре она являлась частью Османской империи, в общем-то Черкесы ничего не имели против османского влияния, несмотря на то, что это были мусульмане. То есть они их по сути не трогали и им даже это было удобно и выгодно, как бы как точка сбыта именно Османская империя. Соответственно они не выражали никаких таких пожеланий к переездам в Российскую империю. В основном все переговоры, которые велись с Черкесагами со стороны Российской администрации, они намеренно как бы затягивались всячески, они пытались выторговать для себя получше условия. Если только совсем уж все было хорошо, тогда переселялись. Кроме того, если взять отдельную территорию со стороны Тимиргоевских князей Болотоковых, то там армяне, допустим, имели достаточно большое количество аулов, они были очень почитаемы, они занимали очень такую, ну скажем так, важную ветвь и охранялись княжеской семьей Болотоковых, в связи с чем им как бы совсем никакой выгоды не было переселяться в Российскую империю. Какие льготы там им не предоставляли. И ситуация здесь изменилась только, когда саму ветвь Болотоковых как бы фактически отстранили от власти царской администрации. Но однако, со временем, когда со временем, с развитием Кавказской войны, обстановка в регионе становилась все тяжелее. Постоянные рейды со стороны российских войск, ответные нападения, то есть стало сложнее и торговать, сложнее стало с безопасностью, то есть постоянные карательные операции сжигали эти аулы, попадали под горячую руку. Естественно, опять же стали появляться в черкесской среде активные проповедники ислама, в частности тот же Мухаммед Амин, который проповедовал юридизм, такую радикальную ветвь ислама, что вызвало появление таких исламских фанатиков, которые вымещали свою злобу именно на христианском населении, в частности на греках и армянах своих, которые оставались христианами. У них начались такие бытовые постоянные стычки на этих территориях, где действовал Мухаммед Амин. В связи с этим, армяне начинают переселяться ближе-ближе к русским границам, пытаются договариваться о безопасности, о гарантии безопасности со стороны российского правительства. Со стороны Российской империи, естественно, это встречается положительно. Вновь появляются проекты о выселении черкесских армян с территории Черкесии и поселения их на территорию Российской империи под протектораты, под защиту войск. По сути дела, именно в этот момент начинается их исход из глубоких районов Черкесии. Естественно, со стороны Российской империи были лоббисты этого решения, выбивали все возможное со стороны власти для переселенцев. Так, в частности, министром внутренних дел с декабря 1940 года было направлено прошение к императору Николому I о том, что для того, чтобы как-то заинтересовать именно переселением, и поскольку воинская служба тяжкая для народов кавказских, предлагалось, что всем переселенцев будут освобождать от воинской службы, предоставлять им места для поселения, возможность для постройки своих домов и определенные льготы для своей деятельности. То есть они какое-то время уже не платили налоги. В середине 30-х годов 90-го века создаются вот эти благоприятные условия и в четыре этапа примерно происходит полномерное выселение Черкесогаев из Черкесии. В конце 1830-х в течение 40-х годов появляются первые черкесогайские поселения на территории Кубанской области, значит, расселяются Черкесогаи обширно по наиболее крупным станицам городам, в том числе и не только Кубанской области, так и в Астрахани переселяются, в Москву активно. Позже, в 60-70-е годы, после Кавказской войны, отдельные группы их обосновались практически во всех крупных поселениях области. Но самое основное переселение происходило в 1938-1939 году. Значит, в мае-марте 1930 года генерал Гений Александрович Головин, который командовал тогда Кавказским корпусом, сообщил, значит, военному министру Чернышеву о том, что вот, как бы, появилась информация от начальника кубанской линии генерала Генриха фон Заса, того самого генерала, неосновидно значенной репутации среди черкесов, который, как считалось, довольно жестоко повдавлял их восстания и который первый начал строить лобинскую военную линию укреплений, чтобы их прорезаться вглубь Черкесии. Значит, получал он известие о том, что вот, значит, что генерал Зас узнал о готовящемся крупном наступлении черкесов на лобинской линии. Там, ну, как бы, собирали собральные партии из различных местных черкесских племен. И, значит, он, дабы упредить вот эту атаку, значит, вперед вышел войсками, окружил их, и, как бы, без особого сражения принудил к миру, значит, взял с них гарантию о том, что они восставать не будут. И именно тогда он принял решение, как давний план осуществить, о том, чтобы собрать и грукхаевских, и темиргоевских армян, изданных живших вот в этой среде темиргоевской, под предлогом защиты единоверного населения и переселить их на лобинскую линию под защиту войск. Что, в общем-то, и сделал. Он, значит, около 250 семей под охраной царских войск, вывел оттуда и поселил на Закубанию при реке Уруб, между грукхиевскими и прочнокопскими укреплениями. Ну, этот проект, как бы, продолжил свое действие, и уже в следующем году, в марте 1939 года генерал Засс составляет проект по управлению полностью мирными закубанскими горцами, в котором, значит, слогласно которому, черкесских армян Черкесогая в течение двух лет должны были поселить на речке Кубань напротив прочного окопа, то есть на том месте, где находится сегодняшний Армавир. Поселение осуществлялось под прикрытием при физической продержке русских войск, то есть выселялась довольно большая группа, около 120 семей, значит, вот со всем их скарбом они выходили, значит, на определенные точки, согласованные царским властями, где их, под конвоем царских войск, им помогали переместиться на территорию будущего поселения, где им выдавались инструменты, стройматериалы для строительства, в общем-то, домов. Так, при этом, значит, предполагалось, что армяне, как христиане, не подлежат тем судам, которые, как бы, той администрации, тем судам, которые предполагались для горцев, как мусульман, то есть на общих со всеми другими народами России основаниях они подпадали под общероссийские законы. Построили они этот аул, как описывают, с трех сторон был окружен рвом в 2,5 метра шириной и валом, а с другой стороны его прикрывала речка Кубань. Поэтому, как границы постоянно менялись, потому что с каждым годом все больше и больше росло выселяемое население Черкесогайское. К 1940 году увеличилось поселение сразу до 400 семей, то есть это уже около полторы тысячи человек там было. Помимо них, вот, выходили вместе Черкесогаймы некоторые из черкесов-горцев, некоторые из христианских, некоторые просто из того, что жили в этих семьях в качестве там или родственников, или прислуги определенные. Некоторые Черкесогаи даже умудрялись все-таки свою рабскую прислугу забирать с собой, из-за чего эти делали побеги в горы обратно. В новом поселении Черкесогаи продолжали жить по тому же принципу, по какому они жили в Черкесии непосредственно, то есть сам быт, внутреннее устройство жизни, оно осталось прежним. Поселение было разбито на кварталы, в которых селились семьями, вышедшими из аулов, то есть, грубо говоря, вот в этом квартале жили из этого аула, маленькая Черкесия, черкесогайская такая вот образовалась в одном поселении, разделенное на районы. Изначально селение называлось закубанский армянский аул, если не ошибаюсь, могу ошибаться, а в 1948 году его перемывали в Армавир в честь, собственно, старой древней армянской столицы 4-2 века до нашей эры. Там же появилась, соответственно, армянская церковь сразу же, то есть армянская община России очень как бы содействовала, скажем так, приведению в единый порядок своих подопечных и, соответственно, их всех начали переучивать в правильные ритуалы армянской церкви, стали учить армянскому языку и они довольно быстро ассимилировались. Буквально в течение там полувека они превратились, в общем-то, в обычных самых российских армян, позже, в общем-то, растворились в общей российской массе, скажем так, население. Поскольку Армавир в поздние годы стал расти очень большими темпами, как город, через который проявили железную дорогу со стороны русских, украинцев и прочих-прочих различных этносов Российской империи, которые переселялись в эти территории. Со временем очень быстро Черкесогайское население Армавира стало, ну, скажем так, занимать сначала меньшинство, а потом подавляющее меньшинство и в городе буквально там менее одного процента. При этом активно сопротивлялась вновь приезжим горожанам, то есть старалась сохранить свою вот эту культурную особенность, но ничего не вышло. То есть борьба классического первого поселения, первых поселенцев с горожанами нового времени, она была, скажем так, не в пользу Черкесогая. Также частично Черкесогай выходили из более глубоких частей, до той же Абадзехи, и так 53 из них семьи вышли и поселились в аул рядом с Пашковской. Какая-то часть поселилась в гривенском черкесском ауле, в котором жили с самого начала Кавказской войны, те из черкесов, которые предпочли выселиться под власть Российской империи за Кубань. Позже вот те переселенцы, которые распространились по различным станицам, они все собирались в Армавире после того, как вот собралась более-менее такой костяк, более большой в этом городке. Интересный момент является такой пример, в 1846 году поступило опрошение из аулов армянских около Абинска с земли шапсугов, в частности, от фамилии Багарсуковых и Шапсуга-Ратока, которые, поняв, что на правом берегу их не поселят, поскольку российские власти не шли на то, чтобы не были готовы к переселению именно на конкретно казачьей территории правого берега Кубани. На левых берегах их могли принять еще. Значит, они просят выбрать компромиссный вариант поселиться поближе к русской границе, но в Закубании. Там была такая земля, которая какое-то время пустовала, на ней никто не проживал, но юридически она относилась к Российской империи, однако не заселялась, поскольку там постоянно ввиду войны проходили войска. И вот они решились на заселение этой земли, чтобы быть под семейство, это под гарантией безопасности российских войск. И такое переселение состоялось в 1853 году, вся эта семья большая Черкесогайская туда переселилась, а впоследствии она переселилась дальше в Екатеринодар уже после войны, где их потомки Багарсуковых стали одним из крупнейших приспевающих купцов Екатеринодара, наряду с армянскими купцами Тарасовыми, то есть по сути дела такими олигархами Екатеринодара. Соответственно здание Багарсуковых по сей день стоит на Гимназической и Красной, а там находится музей имени Фелицина, и само это зеленое здание известно Краснодарцем, практически противосто целый квартал по Гимназической между Красноармейской и Красной. После 1950 года царская администрация решила, что в общем-то проект завершен, большая часть их переселил через Агаев и как бы дальше активные действия прекратились по их переселению, хотя, как казалось, значительная часть их еще оставалась в Черкесии. По собственной цариативе в это время занимался переселением только сам адмирал Серебряков, который служил в то время на Кавказе в Черкесии как раз, и сам он просто это делал, потому что сам по себе являлся выходцем из армян. В его намерении было оставшихся в горах Черкесагаев поселить в Новороссийске, однако масштабно это у него сделать не получилось, лишь небольшая часть их поселилась. Таким образом закончилась, по сути, многовековая вот эта история Черкесагаев. Они, в общем-то, потеряли свою вот эту индивидуальность, смешавшись со остальными армянами Российской империей в регионе. Что касается тех армян, которые поселились на побережье, в том же, допустим, территории Сочи и Адлера, они не относятся к Черкесагаям практически никак. То есть это волна переселений, произошедшая позже, после Кавказской войны в 70-80-х годах и дальше с последующими активными приселениями. В результате того, что опустевшие вот эти территории побережья после выселения Черкесов было необходимо как-то осваивать Российской империи, управлять, потому что они пустынные, оказались заброшенные. И после последней Русско-Турецкой войны было с Османской империей заключено соглашение об обмене. Значит, тех оставшихся черкесов, абхазцев, которые восстали, их отправили в Мухаджиры, они ушли в Османскую империю. Османская империя, в свою очередь, обязалась переселить, отпустить и переселить на территорию Российской империи в христианские народы, греков и армян, которых Российская империя и поселила на побережье для осваивания этих земель. Дальше они пополнились, соответственно, во времена геноцида в Османской империи армянского, очень сильно пополнились их ряды здесь. Ну и дальше, впоследствии всего XX века, в результате многочисленных перипетий, в последние годы десятилетия XX века, при конфликте на Горном Карабахе, тоже немалая часть переселялась на Кубань. На этом все. Следующий выпуск у нас тоже будет ретроспективный, посвященный перевыпуску пятого ролика, посвященного мамлюкам в Египте, египетским черкесам. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии, с удовольствием буду общаться на эту тему. Всем пока!